Довольно объемный зал и всего чуть более 40 экспонатов. Таково первое впечатление от новой экспозиции «Восток-Запад». Однако при более детальном погружении в работы становится понятно. Здесь просто необходим, как говорят, воздух в помещении, чтобы по достоинству оценить сакральные предметы. Скульптуры и барельефы, книги и облачения священников, иконы и церковная утварь. И хотя экспозиция собрана из фондов Гродненского музея истории и религии, отнюдь не Гродненцы стали первыми посетителями экспозиции сакрального искусства. Не так давно выставка вернулась из путешествия в культурную столицу России. Она экспонировалась в этом году в Музее истории и религии Санкт-Петербурга. Она вызвала большой интерес у зрителей, и на протяжении двух месяцев ее посетило более 7 тысяч человек. В последние годы мы очень активно ведем международную выставочную деятельность. Безусловно, цель экспонирования выставки за пределами Республики Беларусь – это и в Литовской Республике, и в Республике Польши, и в Российской Федерации. Основная задача – это популяризация музейных коллекций, которые находятся в фондах нашего музея. Сегодня в фондах Гродненского музея истории и религии находится более 80 тысяч уникальных предметов. Не мудрено, что именно наша коллекция признана в Беларуси одной из богатейших. Своё особое место в этой сокровищнице занимает период с 17 по 19 век. В то время на наших землях господствовало униатство. Эта религия, ставшая симбиозом православия и католичества, в целом для мира была явлением уникальным. Историкам она оставила для изучения сотни фолиантов и спорных фактов, а вот в культуре родила совершенно новый пласт традиций, где тесно переплетаются штрихи Востока и черты Запада. И как нельзя лучше, это видно именно в иконописи. Классические православные иконы, они обычно изображают людей, вот этих святых, ну плоскими, плоскими, то есть почти бестелесными. Здесь же наоборот, вот с помощью моделировки специальной игры с света и тени, очень хорошо передан объем тела. То есть, опять-таки, тут видим влияние вот этой западной портретной живописи. А в итоге получались не столько классические иконы, сколько религиозные картины. Такое же переплетение восточной православной традиции и западной католической читается и в облачении священников, представленных на стендах. Что интересно, в одежду, сшитую из дорогого бархата и заграничной парчи, портные в то время вшивали фрагменты настоящих слудских поясов. Особое место на экспозиции занимает и церковная литература, старинные книги, часть из которых были напечатаны в первой гродненской типографии Антония Тезенгауза. Все предметы на выставке сакрального искусства «Восток-Запад» подлинники, созданные преимущественно на гродненских землях. А их авторы, оставившие в наследство бесценные экспонаты, ушли в прошлое безымянными, но незабытыми. Лена Молчанова, Сергей Печерица, Новости, Гродно+.